Здравствуйте! Сегодня мы с вами встретились в Санкт-Петербурге на Кубке Европы. Ну и сначала давайте представим все наши публики. Меня зовут Асанбек Шаргириев. Я представляю Чеченскую Республику. Я старший тренер, являюсь старшим тренером Чеченской Республики по юношам. У нас ребята тоже переходят на молодежь. Мне интересно было посмотреть. Мы приехали с командой. Как сегодня обстоят дела дзюдо в Чеченской Республике? Насколько развивается дзюдо? Насколько помогают органы власти? И как вообще, на ваш взгляд, перспектива развития Чеченской Республики? В данный момент у нас очень хороший подъем идет. Это, в принципе, заметили все. У нас по юношам 6 человек в сборной было. Козерами стали. У молодежи 4 человека в этом году. Так что у нас, как и в данный момент, успехи хорошие. По юношам общая команда у нас Чеченская Республика второе место заняла. По молодежи первое место. Общая команда на России. Очень хорошо помогает и правительство во главе с Рамзаном Кадыровым. Они очень большие ставки делают на спорт. Поднимают и ведут все виды спорта. Так что нам, в принципе, остается только бороться. У нас никаких проблем нет с выездами, со сборами. Так что нам приходится уже работать. Ваш сегодняшний приезд на Курске в Европу юниорам, просто как специалисты, которые хочут посмотреть, какие тенденции развития дейдора? Или вы конкретно приехали с своими учениками, чтобы здесь... Я привез пару учеников тоже к юноши, которые должны уже в следующий год поступать по молодежи, чтобы они как бы два дня здесь наборолись, посмотрели. И как бы еще... И по-моему, четыре человека сборятся. На Ваш взгляд, кто из чеченских дзюдоистов, представляющих Чеченскую Республику, может попробовать пробиться в национальную команду Российской Федерации для участия в Олимпиаде 2016 года? Есть ли такие перспективные спортсмены в следующем году? Есть у нас столько грамм Султанов. В принципе, идет сейчас первым номером сборной России. Потому что молодежи у нас, вот эти ребята, тоже, я думаю, пару человек уже у нас есть, мы на них рассчитываем. И потом, я не знаю, на самую Бразилию как, но на Японию у нас, я рассчитываю, что будет будущая Бразилия, на Олимпиаду Бразилии точно будет. Я думаю, к Султану попадет, и у одного есть шансы, ну, не знаю, как получится. На сегодняшний день, не знаю, вы меня поправите, если я не прав, единственный представитель Чечни, который смог завоевать золотую медаль Олимпиады, это Кусейнооск, да? Который приехал в Турцию, к сожалению, да? Вот, но все равно, как бы... Медали были, чеченцы, золотой медали не было, Башир Варе у нас призером становился Олимпиадой. А вот, возвращаясь к Кусейнооскому, поддерживается ли связь с ним, участвует ли он в каких-то там мероприятиях в Чечне, приезжает ли какая-то вот... Он часто приезжает в Чечню, наших ребят тоже забирает в Турцию, сборы проводит, на самом деле он нам очень хорошо помогает, у нас очень хорошие связи во всем мире, он помогает, он часто бывает в роздом, любые мероприятия, то, что мы на всероссийском международном уровне, то, что мы проводим, он посещает, приезжает, так что очень хороший контакт. В Чеченской республиках славятся своими спортсменами и дзюдоистами в мужском разряде. А как обстоят дела с женским дзюдо? С женским дзюдо лучше, чтобы девчонки дома пирожки жарили, чем боролись. Это такая как бы национальная черта, что женщины должны дома сидеть и пирожки делать? Или просто вы их держите дома? Или все-таки есть такие, кто хочет проявить себя? Есть, те, которые хотят проявить себя, у нас есть тренер по дзюдо, женщина, у нас такого уровня нет, и мы не хотим, чтобы в данный момент, это чисто сугубо мое мнение, чтобы они уезжали, лучше дома есть. Мы не запрещаем, чтобы они в республике боролись и отдельно, чтобы они боролись среди девчонок. То есть женское дзюдо есть? Женское дзюдо есть, но на соревнованиях такого не уезжают, и чисто в роздом. У меня пьяник женщина и все, и к мальчику они в зал не лезут, мы их туда не лезем, только так. На ваш взгляд, что самое важное в дзюдо? Все-таки достичь больших весот в соревновательном дзюдо, или все-таки продлить максимально свое долголетие в изучении дзюдо? И то-другое. Как для тренера, вам бы хотелось, чтобы ваш ученик не только достиг больших весов в спорте, но и так же продолжал постоянно выходить дзюдо, передавать свой опыт, чтобы на протяжении многих-многих лет он получал дзюдо. Вы знаете, из всех высоких результатов добиться смогут несколько, если даже при хорошем раскладе, несколько человек. Дзюдо – это не такой вид спорта, это очень популярный вид спорта, и добиться высокой цели очень сложно, конкуренция большая. Для меня, я хочу, то, что я еще директор клуба «Ильвейска» прозван, у меня вот в клубе «Ребята» и я, они, вот цели достичь успехов, потом у меня параллельно так же идет, чтобы они были нормальными людьми, пани, чтобы они, и чтобы у них выросли нормальные люди. В основном, вот это, мне считать. Ну, то есть, вы придерживаетесь тезиса дзюдо Ракана, что дзюдо формирует человека, который в последующем этот человек может принести пользу обществу? Да. Правильно сказал. Как вы думаете, сможет ли дзюдо достичь такого уровня популярности, как футбол, допустим? Как футбол, в принципе, как футбол, он уже дзюдо достиг таких же, почти. Я не знаю, насколько это правда, я сам, многие говорят, что на втором месте, после футбола, на втором месте, во Франции говорят, почти даже, на уровне идет. Во Франции тоже футбол любят, но дзюдо там почти на уровне. В Непоне, в принципе, дзюдо выше, чем дальше футбол. В многих странах по технику дзюдо владеет, чем дальше футбол. Ну, футбол, это, в моем случае, во дворе играет, везде играет, с футболом сложно конкурировать, но тем не менее, рост, в данный момент, то, что мы видим, очень большой рост, дзюдо во всем мире. Ну и в заключение, последний вопрос, какой кимон вы выбираете, белый или синий? Я белый, так как я в советские годы боролся, тогда у нас синего не было, я когда заканчивал, тогда только синий, больше кимон. Спасибо большое, успехов. Спасибо. Дима.